Новое видео выходит каждый день в 20.00 Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Категорически приветствую тех, кто на Аризоне, остальным соболезную. Так вот, к чему это я? Вы, наверное, все знаете, какой проект я уже рекламлю на протяжении месяца, возможно, даже двух, а возможно, даже трех, а возможно, я даже месяца еще толком не прорекламировал весь этот проект и многое другое. Скорее всего, вы все это знаете, однако, несмотря на все это, я обязан вам сказать, что Аризона, Роллиплей Феникс, IP, а также мой никнейм, по которому вы сможете получить целых 300 тысяч вертов, находятся в описании под данным видеороликом. Вы просто достигаете пятого игрового уровня и получаете свои законные, узаконенные и все прочие деньги, дабы все у вас в жизни было хорошо. Так вот, давайте непосредственно перейдем уже к самой теме данного видеоролика. Тема абсолютно такая, знаете ли, бесплодная, безэмоциональная, безинтересная, однако многие, так сказать, комрады на тупичке просят рассказать о ней поподробнее, там, что я думаю, что я не думаю. Все-таки я встречал Луняшу в реальной жизни, у меня даже вот реально фотокарточка с ней есть, вот. И вследствие этого мое мнение считается уже экспертным, умозаключительным и всем-всем-всем прочим. Да и какое-то лишнее освещение этой темы, оно, как лично мне кажется, оно никогда таким, знаете ли, каким-то лишним не будет. Наверное, это немного тавтология, но не имеет особого значения, как я уже говорил, в общем-то, до этого. Так вот, Луняша уже на протяжении, там, наверное, двух, возможно, трех дней говорит о том, что ее, там, я не знаю, хотят в дурку упрятать, вот, в психоневрологический диспансер ее там уже вроде как госпитализируют, вроде уже даже вот с этими, со всеми она, там, санитарами, со всеми прочими людьми она уже была, вроде как даже у нее были фотографии из кареты скорой помощи, из всего прочего, но почему-то вот до сих пор продолжают у нее выходить какие-то инстасторисы, при том, что в психушке, если мало ли кто-то, ну, так вот, мало ли они знают, там телефон изымают. Вообще, вроде как, там изымают многие твои вещи и дают тебе даже какую-то специальную, вроде как, униформу вот этой вот всей психушки и так далее. Потом, когда ты уже выходишь из этой психушки полностью здоровым, наверное, да, тебе возвращают все твои вещи, поэтому, если вас, мало ли, там, отправляют в психушку, лучше с собой лишние, там, какие-то личные, лишние деньги с собой лучше не брать, потому что вам их, конечно же, отдадут, но придется немного повозиться с тем, чтобы вам все это отдали, поэтому, если собираетесь, мало ли, там, идти в психушку, личные деньги с собой не берите. Так вот, Луняша, вроде как, там, я точно истории не знаю, но вам примерно перескажу. Да, я Ярослав Брулев, я не позорюсь, поэтому примерно вам так плюс-минус правильно перескажу, а вы там уже сами додумываете и вот многое другое. Я просто выражу свое мнение по данному поводу. Луня, там, вроде как, наглоталась каких-то таблеток вследствие каких-то, там, я не знаю, плохих отношений с отчимом и всего-всего прочего. Вот, написала предсмертную записку ВКонтакте, все это увидели там родители или родителям как-то спалили, все это не имеет особого значения, и там, знаете ли, вызвали санитаров к ней, санитары приехали, и там что-то какая-то делюга была, и в конечном итоге у нее не так давно вышла инстасторис, в которой она такая, знаете ли, заплаканная, вся вот хуевая, говорит, мол, что, ну, вот так вот, меня отправляют, мол, якобы, в психоневрологический диспансер, там, на полгода, вроде как, для того, чтобы, там, знаете ли, прийти в норму, и больше суицидальных мыслей и всего прочего у меня не было. Там плачет, говорит, ребята, кто может, пожалуйста, задонатьте, там, денег на Киви, не знаю почему, ну, наверное, потому что Киви у всех есть, а карточка какого-нибудь банка есть не у всех, да и плюс, Сбербанком не особо получится пользоваться, или, там, каким-нибудь любым интернет-банком не особо получится пользоваться, если у тебя нету карты, да и, в общем-то, Киви не особо получится пользоваться, не важно. В общем-то, сейчас она активнейшим образом принимает все вот эти вот донаты, мол, якобы, ребят, чтобы, там, снять квартиру, Непонятно, правда, в какой квартире сейчас живет Леша И почему-то как бы Леша, это парень луняши В какой квартире сейчас живет Леша И почему она не сможет потом к Леше вернуться Все это непонятно Такие, знаете ли, показания немного В показаниях немного Она путается Иногда, возможно, я вот так проследил Вполне возможно, что это так Вполне возможно, это не так Не знаю, ничего утверждать не буду Просто говорю то, что я видел Вот своими же глазами так как я подписан на неё вот в этом вот, в Инстаграме, и вообще везде на неё подписан, вот, правда, ВКонтакте я у неё заблокирую, но это не важно, это абсолютно точно не важно, и, в общем-то, как-то вот так всё это получается, что я думаю по данному поводу, изначально я как-то думал, что это какой-то, блять, фейк, что это какая-то дизинфа, как было тогда, когда она говорила, что она беременна, вот, потому что, ну, реально как бы, ну, а почему бы и нет, да, потому что Луняша, она любит вкинуть всякую дизинфу, не понимая то, какие последствия от всего этого могут быть, потому что, ну, она ребёнок ещё, ну, объективно, да, несмотря на то, что ей там скоро 18 лет будет, не знаю, правда, когда, возможно, там, когда-то ей, в общем-то, будет 18 лет, несмотря на всё это, она до сих пор ребёнок, так сказать, в паспорте, а по уровню какого-то такого, знаете ли, духовного развития и всего прочего, ну, она прям вот максимально инфантильная, насколько возможно, и это присуще не только Луняша, это присуще всем GTA-сам, ютуберам, которые, знаете ли, покупают аккаунты за 3 рубля или делают какие-то прочие вещи, и поначалу я вообще думал, что всё, вот это вот развод, однако потом многие люди написали вот мне, что, мол, да, блять, ну какой развод, ну вот с этим-то уже точно не шутят, когда там собирают деньги, когда вроде как она там вся зарёванная, заплаканная и всё такое, и можно было бы собрать деньги как-то по-другому, они мне говорят, и я почему-то склонен с этим немного согласиться, хоть и Луняша не стремается вкидывать всякую дизинфу время от времени, ну, так или иначе, но при этом как бы, ну, вот не знаю, вот почему-то хочется мне ей поверить в данной ситуации, и вполне возможно, что я ей сейчас поверю, а кажется, что на самом деле это всё был прикол, пранк, розыгрыш и всё такое, вот, и так далее, и уже давно, уже давно, там, знаете ли, когда ещё был конфликт, если это так можно назвать, Ангела Касада и Луняши, постоянно люди, которые как-то вставали на сторону Луняши, топили и сетовали на то, что мол, якобы у Луняши там проблемы с психикой, а вы её вот так вот кибербулите и делаете все прочие вещи, а вам не стыдно, что будет, если вы там доведёте её до суицида, или там до пестицида, до аппендицита, ладно, это всё не смешно, что вы будете делать тогда, на ваших руках будет смерть ребёнка и так далее, и Ангел Касад тогда вполне справедливо, вполне нормально, вполне ответственно заявил, что, ну, если она психбольная, то логично, что психбольные у нас в Российской Федерации, да любой, в любой абсолютно нормальной, адекватной стране должны лежать и в психоневрологическом диспансере, и их оттуда, разумеется, выпускают, когда они проходят сеанс предварительного лечения, или какого-нибудь там ещё лечения, когда их уже вылечили, и больше у них там суицидальных мыслей нету, однако я не знаю, как можно вылечить склонность к суициду, склонность к каким-то, блядь, вот этим вот, знаете ли, всяким хуйням, она вроде как, знаете, вот этот невротик, или как-то так это заболевание называется, точно не знаю, вот, и она там таблетки пьёт, всю прочую хуйню делает, и, в общем-то, кибербуллить таких людей, ну, это не смешно, это, вообще, кибербуллинг это не смешно, у меня уже был ролик об этом, как бы, но при этом, как бы, я ответственно заявляю, что на кибербуллинг, типа, мне похуй, если он, а знаете ли, не какой-то такой особо жёсткий, но такого со мной ещё не случалось, вот когда произойдёт, а с вами, наверное, поделюсь, либо не поделюсь, либо поеду, как луняша, в какой-нибудь там, не знаю, ПНД, да, где буду проходить предварительное лечение на протяжении полугода, после чего можно будет уже что-то со мной сделать, и сказать, что вот мы его вылечили, вот, блядь, он безнадёжен, пиздец, его никак не вылечить, а чё с ним делать, охуеть, сука, нахуй, блядь. Да и на этом, в общем-то, наверное, всё, я, как обычно, наверное, рассказал две таких, знаете ли, ситуации, немного полил воды, такое бывает иногда, да, хочу сказать, что если вам ролик понравился, можете поставить лайк, если не понравилось, можете поставить дизлайк, а если я полил слишком много воды, можете написать, что, там, я не знаю, можно Африку напоить, да, вот, всей водой из твоего вот этого вот видоса, или сделать прочие вещи, в общем-то, всё это вы сможете написать, самые смешные, самые забавные, неповторяющиеся комментарии, я лайкну, и... и всё, и они попадут в вагонёк в следующем видеоролике, как бы, Brothers and Company, вот прям вот так вот, пишите вы комментарии на моём канале, а в вагонёк они попадают на канале Brothers and Company в очередном каком-нибудь, я не знаю, в очередных полицейских буднях, и во всём прочем. А всем спасибо за просмотр данного видеоролика, IP Arizona роли PlayFenix находится, а также мой никнейм находится в описании под данным видеороликом, заходите, регистрируйтесь и начинайте свою игру на данном проекте, на данном сервере. Субтитры сделал DimaTorzok